Протестанты города Пензе подарили воспитанникам Воскресной школы Церкви Живая Вера, а также детям из многодетных семей и детям-инвалидам Рождественский праздник. Подробности в сюжете наших коллег. Пензенские протестанты провели рождественскую благотворительную елку для воспитанников Воскресной школы Церкви Живая Вера, а также детей из многодетных семей, детей-инвалидов и беженцев с Донбасса. Праздник прошел при поддержке Всероссийского общества инвалидов в городском Центре культуры и досуга ДК имени Кирова. Все дети всегда должны радоваться, и для этого должен быть обязательно повод. Поэтому мы считаем, что Рождество – самый лучший повод для того, чтобы дети могли получить подарки бесплатные и порадоваться вместе с другими. Прошла очень хорошая, интересная, благотворительная елка. Были приглашены наши дети-инвалиды. Мы выражаем огромную благодарность за проведение такой елки. Дети наши были очень довольны и счастливы. В гости к детям на праздник пришли сказочные персонажи. Снеговик, новогодняя елка, необычная птица и, конечно же, Снегурочка и Дедушка Мороз. Представление сопровождалось веселыми песнями, танцами и развлекательными конкурсами. По традиции участники представления все вместе помогли праздничной елке засветиться волшебными огнями. Раз, два, три, Снеговичка, пари! Мы хотим поблагодарить за то, что наших деток пригласили на эту замечательную елку с зажигательными персонажами, Дедом Морозом, Снегурочкой, сладкими подарками. Шикарная елка, радостно, весело, дети радуются, приятные подарки, неожиданно даже в некотором роде. Шикарно, спасибо! В завершении праздника каждый ребенок получил свой рождественский новогодний подарок от Снегурочки и Деда Мороза, который бесплатно предоставила Пензенская протестантская церковь «Живая вера». Была прекрасная елка, замечательные актеры. По глазам детей видно, что они счастливы, что они получили много радости, море позитива. И, наконец-то, они дождались своих долгожданных подарков. Спасибо большое организаторам этой елки. Мы очень рады, что с детьми в воскресной школе сегодня были дети из общества инвалидов, были дети из многодетных семей. И все они получили подарки. И самое прекрасное, наверное, то, что они все были очень радостные, они были очень сияющими, и у них были улыбки на лицах. Это самый большой подарок. Рождество для того, чтобы у людей было счастье. И вот сегодня мы видели на детских лицах счастье. Значит, Рождество состоялось. Елена Адалимова, Павел Шишкин, медиагруппы «Живая вера», специально для ТБН.